День климата День климата Однако мы их чувствуем Климатологи разделились Кто считает, что антропогенные Все-таки влияние есть А кто-то считает, что не очень Но я отношусь к тому, что Все-таки космические причины Тому виной Миланкович Вот такой был в 20-х годах Физик Он это все про земную ось Про космические причины говорил И причина оледенения Там совпадает через 150 тысяч лет Миллионов лет А с чем это связано? С тем, что земля немного смещается по оси? Да, он говорил, что есть смещение оси Вот сейчас она Широта тропика 24,1 градуса Она меняется Но это происходит через очень большое количество времени Но в то же время Вот антропогенные влияния есть Мы вот с ребятами изучали Скажем В Бердяуши Вот свели леса Обмелели ручьи А если в масштабах планеты Поэтому вот Наводнение, скажем Меньше надо вмешиваться Человеку в природу Но все-таки Вот представьте Скрытая энергия Прообразования одного облака Она равна Нескольким братским газ Одного маленького облака То есть энергия Атмосфера огромная И ни с чем не сравнить Вот возьмите Тропические циклоны Ну иногда, да, все-таки природа Ну хотя, конечно Ведь три климатообразующих фактора у нас Радиация солнечная Или баланс Потом циркуляция И подстилающая поверхность Если мы ее меняем Конечно, меняется Екатерина Ивановна Можно вот Мне прям вопрос Разрел Вот все говорят Что у нас глобальное потепление Эра глобального потепления Сейчас эра глобального потепления Но почему-то Но почему-то У нас все холодно Нет Сейчас климатологи склонны говорить Не о глобальном потеплении А об изменении климата Ну конечно Вы понимаете Вот Гренландия Грин Зеленая страна Ведь когда-то Вот оттаяли могилы викингов Когда-то там было тепло То есть это пульсирует ледники Это совершенно нормально Но какую-то страшилку Надо людям придумать То есть это все байки Это ожидается У нас в этом году Ну я прогнозы не даю Потому что у нас есть гидромедслужба Они за это денежки получают И ругают меня Когда это прогнозы Но поскольку весна началась Вовремя 7 апреля То я думаю Лето будет нормальное А ну понимаете У нас умеренно теплое Что это значит Оно может быть прохладным Может быть жарким То есть мы за пределами К сожалению Изотермы Плюс 20 градусов Она является Таким мерилом что ли Теплого лета Вот бреды 19,5 У них уже лето теплое Оренбург Я молчу А мы к сожалению Не в очень благоприятных условиях То что Севернее 52 параллели Считается не очень хорошим То есть если у нас лето теплое выпадает То это просто Очень сильно повезло Это счастье Да Но вы знаете У нас город-то такой Сильно загазованный Поэтому хорошая погода Для нас плохая И потом В жаркую погоду Если долго стоит Антициклон такой То наступает Спастический тип погоды То есть когда много кислорода Это тоже не очень хорошо А что происходит Голова болит Дети плохо себя чувствуют Старики В общем перегрев организма Влияет хуже Чем переохлаждение Это неблагоприятно Ну даже в мире Количество смертей посчитано Сколько на каждый градус Не будем о грустном Да Екатерина Еще последний вопрос У нас в последнее время Стало много микросмерчей Вот Видео выкладывают в интернет Это с чем связано А Ну это было всегда Может быть Просто стали фотографировать Микросмерч Это очень неустойчивое состояние атмосферы Понимаете Вот градиенты температуры Приземного слоя огромны А понятно Когда тепло и холод Смешивается Да Вот скажем Смерчей много В Соединенных Штатах Там смешиваются Три воздушные массы И тропики И Арктика И умеренные И все начинается Крутиться А у нас конечно Это небольшие Вот бумажки крутятся Нам хорошо Но было два смерча сильных Это Тюбукский Очень в 70-х годах И в Троицкий Сгущенку аж высосал Из цистерны Ну списали две Высосала То есть это может не смерч даже был Спасибо большое Екатерина Спасибо Я напомню У нас в гостях была Екатерина Пестрякова Доцент-климатолог А еще мы задавали вопрос зрителям Какой хребет Челябинской области Расположен сразу в нескольких Климатических поясах Вы знаете? Я знаю Это да, экскурсия Экскурсия хорошая А мы не скажем пока Ну я же географ еще Да, конечно Спасибо 45 лет в географическом обществе Путин у нас Попечитель Ой Спасибо и вам И ему Всем спасибо А тему климата и экологии Продолжим еще И расскажет Артур Ишбулатов Наш корреспондент Как влияет экология на климат Или можно